Трансцендентно в своем источнике. Это от Бога. А Бог, в общем-то, непостижим. Для анализа все постижимо. Для анализа все постижимо. Эпоха Просвещения ставит задачу понять человека до конца. Ищерпать тайны человека. И сделать это средствами науки. И, скажите, вывести уравнение человека. Сама эта программа связана с философией механицизма. С философией, которая выдвигает до первого плана механику. Механика тогда достигла очень впечатляющих результатов. Механика впервые использовала для закрепления информации язык математики. Механика была математизирована. Это точная наука. Она стала объектом и зависти, и подражания со стороны других дисциплин. Человек, понятый как машина. К этому приближался Декарт. Он приближался Декарт, но он все-таки остановился на некоторой грани. Он понял, что человек не может быть сведен к автомату. Животные – да. Животных Декарт считал сложными автоматами. Но человека он как бы пощадил. Все-таки у человека есть душа. Душа божественная в своем генезисе. И поэтому у человека здесь исключение из ряда других живых существ. Это 17 век. А в 18 веке французский философ Ламе-3 пишет рактат «Человек-машина». Тот барьер, который существовал для Декарта, для него уже не имеет никакого значения. Человек напрямую отождествляется с механизмом. Вот такая традиция, когда сложное сводится к простому, такая операция, она получила специальное обозначение – редукционизм. Редукционизм. Редукция. Редукция – это сведение сложного к простому. Механизм – это типичный пример редукционизма. Делается попытка, заведомо ошибочная, понять человека как сложное автоматическое устройство. Я хочу сказать, что эта традиция, она и сегодня имеет силы в приезженцах. Ну, возьмите установку на создание робота, который полностью идентичен человеку. Робот, который даже эмоциональ. Робот, который способен не только совершать операции, в основе которых лежат алгоритмы, но и способен к творчеству. Способен к тому, что лежит за рамками программного обеспечения. Сегодня очень много поклонников этой идеи. Есть такое понятие – робототехника. Вот об этом много писал покойный Станислав Лем, польский философ и писатель, где он иногда в своих романах рисует страшную перспективу, когда роботы вырезняют человечество, демонстрируя свои превосходства, индивидуальные и творческие над биологическим видом гомо-сапиенс. Я хочу сказать, что вот эта редукция, она имеет свою историю в культурной антропологии. И сейчас я разберу еще несколько редукционистских теорий человека. Суть такая. Делается попытка понять человека, существо крайне сложное, крайне противоречивое, путем сведения его к каким-то, в общем-то, простым, понятным, аналитически выявленным схемам. Механицизм – первый вариант редукционизма. В качестве второго варианта я предложил бы сейчас рассмотреть марксизм, марксистское учение. Карл Маркс был очень талантливым, ярким мыслителем, это несомненно. Но, как определял человека? Пишем, да, слова Маркса. Человек – это совокупность общественных отношений. Совокупность общественных отношений. Карл Маркс сводил человека к практике. А что такое практика? Практика – это и есть наша жизнь на плане предметной, конкретной чувственной действительности. Это наш социальный опыт, это наш труд, это наши коммуникации и так далее, и так далее. Практика, взятая в широком смысле слова. Человек – это продукт социума, и только в рамках социума человек имеет смысл, только в рамках социума человек может быть понят, изучен. А что лежит в основе экономических отношений? В основе экономических отношений лежит производство. Производство, правильно, да? В счетах Маркс, конечно, прав, но свести человека к производству – все-таки это огрубление реальности. Все-таки это спорно. Все-таки это спорно. Это второй случай – редукционизм. Третий случай – редукционизм – это Зигмунд Фрейд, великий, конечно, психолог и мыслитель, который редуцирует человека к жизни бессознательного. А жизнь бессознательная – это жизнь, которая зациклена на сексуальных мотивах, на эротических темах. Либидо – это то, что определяет нашу сексуальную жизнь, нашу половую жизнь. Так вот, у Фрейда все формы очистской деятельности, будь это политика, будь это творчество художественное, будь это научное искание, все сводятся к либидо. Запишем у себя, что любая творческая энергия есть результат так называемой сублимации. Сублимация – это превращение энергии эроса в другую энергию. Сублимация – одна из главных категорий трейдерской антропологии. Первичная энергия – это энергия эроса, энергия либидо. Эта энергия трансформируется во все другие виды энергии, которые производны, которые по-другому являются чем-то вторительным, антинамичным. Вот три случая редукционизма. Конечно, человек гораздо сложнее, и свести его к чему-то одному, и на этом успокоиться – это неверная методология, это неверная установка. Хорошо. Теперь следующий подраздел – антинамичность человека. Антинамичность человека. То есть противоречивая человека. Мы об этом уже много говорили, я сейчас хочу об этом сказать особо отдельно, вернувшись даже и к тому, о чем уже раньше упоминалось. Я хочу обратить ваше внимание на определение человека, и сейчас его запишем, как биосоциального существа. Биосоциальное существо. Это очень ходовое определение, оно присутствует в разных голосовских системах, и с этим соглашается большинство ученых. Биосоциальное существо. Вот уже в самом термине биосоциальный заложена диалектика, заложена антиномия. Биологическое и социальное – это все-таки разные уровни, это все-таки, ну, я бы сказал, разные системы отчета, это разные миры, разные миры. Биологическое – это природное, это стихийное, это и физиология, и генетика, и эволюция. Социальное – это тоже связано с абстрактным мышлением. Это тоже связано с социальной практикой. Это тоже связано с обществом. Понятно, верно, да? Человек живет как бы в двух мирах, одновременно, одновременно. С одной стороны, мы с вами являемся животными, вид гомо сапиенс, мы млекопитающие. Вся наша физиология, абсолютно изоморная физиология высших животных, мы размножаем всех, размножаются животные и так далее, и так далее. Но вот мы не хотим считать себя только животными, мы подчеркиваем свою особость, свою выделенность из природы, мы говорим о своей социальности. Это верно. Человек – существо двууровневое, двууровневое, двуплановое. И эта двууровневость, она ему очень дорого обходится. Отпетьте у себя, что биологическое и социальное человеке иногда действует как два полюса, два полюса, несущие противоположные заряды. Биологическое влечение и социальное контроль. Вот. Причина для очень и очень многих конфликтов, как внутренних, так и внешних. Внутреннее напряжение переходит во внешние действия. И эти действия могут быть агрессивными, эти действия могут быть антисоциальными. Это понятно. Вы знаете, мы обречены нести на себе крест этой раздвоенности. Вот это надо очень четко понимать, что человек – существо внутренне раздвоенное. Эта раздвоенность, вот, пожалуйста, отметьте у себя, она может проявляться по-разному. Она может проявляться как конфликт, конфликт, так, как коллизия, тогда человека буквально разрывают на части. Тогда человек расщеплен, расколот. Об этом прекрасно пишут очень многие великие писатели. Ну, вы видите, образ Гамблета или образа Достоевского, эти вечные двоения, отсюда тема двойника. Что такое двойник? Это мой альтер-эго, это мой антипод, это мой альтернатив, это мой антитезис, но он же не вне меня, а он во мне. Двойник продюсируется во мне моим вопрошением художника, на самом деле это мое собственное порождение. И я и двойник, мы обвивалентны, мы равны друг другу, еще кто из нас, так сказать, первичен, это вопрос. Хорошо. и так конфликт внутри человека. Ее остро чувствовали все наиболее крупные писатели, вот начиная, может быть, с 17 века, 17 века, когда эта тема стала обсуждаться, когда она себя, собственно говоря, проявила и заявила. Блеск Паскал, французский мыслитель этого периода, я хочу напомнить вам его блестящую метафору, он назвал человека мыслящим тростником, запишем, возьмем в кавычки, мыслящий тростник. Опять-таки в этом выражении заложено противоречие, это выражение напоминает о своей поэтике аксюморан, аксюморан, словосочетание, в котором столкнулись противоположные смыслы, тростник, что-то слабое, никнущее, надломленное, бессильное, но тростник-то мыслящий, а мысль, она универсальна, мысль, она космична, в себе, соединяется великое и ничтожное. Мыслящий тростник, да, это метафор, за который стоит идея единства в нас великое и ничтожное. Опять амплитуда, та самая, которую мы видели в Державе, амплитуда, разделяющая «Сервя и Бога». Это одна и та же поэтика, что у Державина, что у Пикателла Миранда, что у Блеза Паскаля. Хорошо. Вот это существование раздвоено, человек склонен к внутреннему диалогу, к внутреннему диалогу. это очень характерный прием для прознанного времени, когда диалог имеет не только внешнее выражение, вот два героя говорят, а когда диалог разворачивается во внутреннем пространстве чеческой души. Эта раздвоенность проявляет себя как звучание двух голосов. Вот мы существа как бы двуголосные, у нас звучат разные голоса, друг к другу перечищие, друг к другу спорящие, вот такой дуэт, иногда это дуэт кафонический, иногда бывает и какое-то согласие, какой-то союз этих двух наших «я». Но все-таки я хочу сказать, что гармония гораздо более редкий случай, чем дисгармония, дисгармония. Я понимаю, насколько нам дорог идеал гармонической личности, но в то же время мне ясно, что все-таки сегодня в человеке преобладает дисгармонический момент. Сегодня в таких человек больше асимметричен, нежели асимметричен. Это реальность, это реальность. Хорошо. Очень много сказал о человеке экзистенциализм. Экзистенциализм это, собственно, и есть философия человека. Для экзистенциализма характерно, прежде всего, ощущение глубокой трагичности нашего существования, экзистенции этого существования. Есть такая формула у экзистенциализма. Давайте сейчас ее запишем. Человек посажен на корабль. Я сейчас это прокомментирую. Что с этой фразой состоит? Человек посажен на корабль. Имеется в виду, что этот корабль не имеет парусов, не имеет руля, не имеет навигационных устройств. Корабль, который плывет в океане бытия стихийно, спонтанно, и мы не можем сориентироваться в окружающем нас бытии и не можем сориентироваться самим к себе. очень характерно для гензаризма такое выражение «человек брошен в мир» или «брошен в мире». Брошен. Здесь есть что-то связанное с какой-то произвольностью, с отсутствием какой-то полномерности. Я хочу сейчас дать вам возможность сравнить две концепции человека. эпоха прозвещения. Пишем, да. Эпоха прозвещения это эпоха рационализма. Мы уже говорили, да. Что такое рационализм? Это международность в том, что мир может быть понят иррационально. Человек может быть понят иррационально. Разум восторжествует. Это вера в бесконечные возможности человеческого разума. Это абсолютный оптимизм. В мире есть дефекты? Да, Но эти дефекты можно исправить, если держаться идеалом просвещения. Все поправимо. Разум, конечно, постоянно сталкивается с сопротивлением в себе, с началом хаоса. Хаос неразумен, хаос безумен. Но постепенно хаос усмиряется, хаос отступает. Эпоха рационализма просвещенческого это эпоха, когда человек понимался как существо совершенно прозрачное, существо, которое может быть доработано, если оно где-то несовершенно, доведено до кондиции, так сказать. И самое главное, человек был в мире ориентирован. Вот сетка координат, рациональных координат, и вот человек в эти координаты вписан, все хорошо, все благополучно, отсюда полный оптимизм, отсюда мажор. Экзистализм пишем у себя. Нет этой координатной сетки. Неопределенность главная, главная черта нашего существования. Неопределенность. Мы не знаем, возвращаясь к картине никогда. Мы не знаем, кто мы, мы не знаем, откуда мы пришли, и тем более мы не знаем, куда мы идем. Мы идем к смерти, это мы знаем. Но это ведь не цель, это ведь не цель, это просто финал наш, да, цель это то, что всегда несет в себе какой-то мажорный, утвердительный смысл. Бессмертие может быть целью, но не смерть, правильно, да? А ведь как говорит эфициализм? Наше бытие направлено к смерти, наше бытие, наша экзистенция врывается в ничто. Эфициализм это очень трагичная философия, но она честная философия. Она не смотрит на мир сквозь розовые очки, не уходит в голубые иллюзии, она отразила неблагополучие человека в этом мире. Это мир иррационален, иррационален. И человек, соответственно, тоже в иррациональном мире ведет себя иррационально. Ты пишешь на себя кризис разума. Кризис разума. Вот, что характерно для экзекционистской антропологии. иррационален. Друзья, Теперь поговорим на тему, куда мы идем. Поговорим о наших эволюционных возможностях. Кто мы? Я сказал уже, что мы существа двойственные, биосоциальные. Это ответ не исчерпывающий, но во многих отношениях он дает правильную информацию человеку. Откуда мы? Совершенно ясно, что мы из природы. Вот откуда мы. Мы продолжаем природу. Мы являемся строителями ноосферы, которая вырастает из биосферы, сферы разума. Куда мы идем? Вот самый сложный, самый глубокий вопрос. Какова перспектива человека? И здесь имеются самые разные варианты ответа на данный вопрос. Я сейчас вам предложу спектр подходов к этой проблеме. Возьмем буддизм, буддистскую культуру, которая, конечно, очень-очень влиятельна и сегодня. Буддисты говорят, конечной целью нашего существования является нирвана. Очень четко определена цель нирвана. Это высшая ценность в системе буддизма. Нирвана – это полное равновесие, равновесие пустоты, равновесие вакуума. В нирване – это ничто. Мир полон страданий. И есть единственный способ эти страдания пресечь – это уйти в нирвану. Как видите, здесь конечная цель рисуется крайне пессимистически. Буддизм – это апогей пессимизма. Это честный пессимизм. Я не хочу как-то буду критиковать, я не имею на это права, если мне согласен, но я его понимаю. Вот он с какой-то особой трепетностью ощутил жуть нашего существования. Он пережил боль каждого из нас и приложил такую панацею от всех болезней, от всех страданий – это уход нирвана. Христианство. Обратите внимание, я специально использую прием контраста. Христианство дает совершенно другую целевую становку человеку. Христианство говорит о том, что человек обязан, человек должен спастись. А спасение в христианстве – это обожжение человека. Обожжение. Этот термин не совсем благозвучен, и поэтому я предлагаю вам записать вместо него, для рядом с ним греческий аналог – теозис. Конечной целью христианской тропологии является теозис. Это ситуация, когда человек в свое богоподобие перевращает в богораль, о чем я уже говорил. Христианство говорит о том, что мир может быть преображен, из мира может быть удалена всякая энтропия, всякая, все тленное, все вознетворное, все свертоносное. Утопия это или не утопия, я это не имею права обсуждать, но вот куда мы идем, здесь ответ дается очень определенно. Мы идем к преображению, мы идем к богочеловечеству и так далее, и так далее. Вы знаете, что в XIX веке, благодаря таким белотам, как Ламарки и Дарвин, была создана эволюционная теория. Конечно, эволюционная теория внесла огромный вклад в антропологию, но благодаря эволюционизму мы поняли свою связь с обезьянами. И вы знаете, что до сих пор в американских штатах есть, в некоторых штатах есть законы, запрещающие пропаганду дарвинизма, как оскорбительную для религиозного сознания. Значит, эволюционная теория, она показала, откуда мы. И она, ну, поставила вопрос о том, куда мы идем, ведь эволюция продолжается, да? Эволюция, она ведь никогда не может быть остановлена. Что нас ожидает в будущем с позиции эволюционной теории? И имеются разные здесь точки зрения, я вам предложу языка модели. Но самая популярная модель, она утверждает, что, забежит у себя, что биологическая эволюция человека закончена. Биологическая эволюция человека закончена. Что мы не будем меняться в плане морфологии своей или физиологии своей. Наша эволюция будет продолжаться по линии социального совершенства. Через технику, через информационные системы. Наша биология, она констант. Все, эволюция здесь поставила точку. Ничего нельзя не добавить, не убавить. Вы знаете, эта концепция очень спорная. Потому что биологическая система не может застыть. Она неизбежно будет мутировать. Неизбежно будет подвергаться естественному отбору. Хотя мы можем этот отбор революировать. Хотя мы можем даже постараться его вообще остановить. Хотя, в результате это удастся. Мне кажется, что преждевременно говорить о том, что наши эволюционные перспективы, имеется в виду биологическая эволюционная перспектива, исчерпанно, закрытая. Несколько других моделей, альтернативных той, которую я сейчас нам изложил. Я уже упоминал на одной из наших лекций или семинарских занятий Фридриха Ницше. Давайте сейчас вернемся к его концепции сверхчеловека. Ницше знал дарвинизм и концепции сверхчеловека. Он разработал под явным влиянием Дарвина. Сверхчеловек. Само выражение сверхчеловека указывает на то, что человек может быть преодолен. Человека можно перерасти. Сегодняшняя планка – это непредельная, которую мы якобы уже достигли. Эту планку можно превысить, перескочить, что и делает человек, сверхчеловек, ницше. Но я не буду здесь смотреть, что я сказал раньше. Хочу заметить следующее. Биологическая эволюция сверхчеловека ведет к тому, что он теряет костный скелет. Костный скелет – это адаптация к земному притяжению. Человек выходит в космос, где нет необходимости адаптироваться к гравитационному полю. Поэтому он змееподобен, поэтому он весь такой пластичный, такой гибкий, как змея. Этот образ очень ниша. Что здесь для нас интересно? Что здесь евристично? Евристично то, что здесь все-таки говорится о том, что эта биологическая эволюция человека может быть продолжена. Что она не остановлена. Естественно, что ницше предлагает нам весьма и весьма условную модель эволюции. Это мифология ницшевская, но она эволистична. Крайне своеобразную эволюционную концепцию человека развивал Солковский, Костатин Адвардович Солковский. Будем сейчас внимательны. Человек – существо материальное. А мы знаем, что материя, она биполярная. Материя вообще в целом, не только та материя, с которой мы стоим, а в целом. Материя, она отвечает принципу корпускулярно-волнового удуализма. Помните, я об этом и говорил, да? Материя может себя являть как система, построенная из частиц, корпуску. И материя может себя проявлять как волновое движение, волны, не имеющие никакого наглядного визуального выражения. Хотя некоторые волны, конечно, визуальные, это цветовые волны, это оптическая часть спектра. Хорошо. В общем, сегодня в человеке, забежим себя, конечно, преобладает корпускулярное начало. Да, мы имеем различного рода поля, но вы знаете, как широко дискутируется тема биополя, может, душа это и есть биополя, и душа может действительно находиться в симбиозе с телом, а после смерти начинает жить самостоятельно, жить отдельно, если так можно выразиться. Что хочет сказать Солковский? Солковский хочет сказать, что вот нынешнее преобладание корпускулярного начала не есть вечное положение дел. Солковский предсказывает, что постепенно в человеке все больше и больше будет выявляться его полевая составляющая. Сегодня она, и сейчас, повторяю, занимает небольшое место в нашем целостном составе. Солковский говорит о том, что чещество постепенно будет, это так и запишите, развоплощаться, развоплощаться, или дематериализоваться, развоплощение, дематериализация, но имеется в виду под материи и вещество, в самом случае, хотя понятие материи охватывает вещество и поле. Так, что это означает? Это означает, что человек будет превращаться в излучение. Очень фантастически звучит его эволюционная антропология Концидина Эдуардовича. И конечной стадии этого эволюционного процесса будет так называемое лучистое течество. Пишем вот это, слова Солковского, зерна, зерна и зерна и речи. Человек будет превращаться в излучение, человек будет превращаться в свет, мыслящий свет, организованный свет. Не будет плоти, не будет рук, ног, головы, а будет поле, мыслящее поле, в котором каждый личностно найдет свое место, но поле это будет интегрально, поле будет целостным. Это, конечно, очень эдетическая концепция, но она, вы знаете, она вполне рациональна. Это не мистика, это не мистика. Видно, имеет место корпоративно-волновый дуализм. Действительно, сегодня мы существа больше вещественные, чем полевые. Но кто сказал, что эта пропорция дана на все времена? Правильно, да? Соотношение может измениться, в пользу лучистого человечества. Человек. Существо противоречило еще и в том отношении, что через человека проявляет себя две силы. Две силы. Я об этом говорил, но как раз считаю, на этом необходимо закончить сегодняшнюю лекцию. Это сила эроса, сила, связанная с жизнью, с витальностью. И это сила, которую мы обозначили как тоннатофилию, влечение не к бытию, влечение к смерти. Два начала, бытийное и небытийное, жизненное и смертоносное. О ней человеки борются, и очень часто человек становится проводником, проводником тоннатофилии. То, что происходит сегодня в мире, то, что происходит в нашей стране, может создать ощущение, что человек бессознательно хочет покончить жизнь самоубийством. Это большая проблема. Проблема добровольного отказа от жизни. Но это сознательный выбор. А бывает и бессознательное самоубийство. Сегодня вопрос о том, куда мы идем, звучит особо напряженно. Звучит и в основном апокалиптический. Речь идет о том, что нас ждет там. Там, в будущем. Или жизнь на сфере, или полный крах и полный конец нашей цивилизации. Это дилемма, которая очень мучительна для нас. Хорошо.